Субтитры создавал DimaTorzok Я знал, что вы придете. Волшебно выглядите. Спасибо. Как феечка. В общем, феечка-то. Как фей тогда уж. Сегодня 729-й день нашей телестройки. У меня в гостях Влад Кадони. Мой большой друг. Вы поменяли имя Виктор на Влад. Потому что Виктор, типа, победитель и не подходит к вам? Вам больше подходит... Это кто там за курицей с мундштуком бегает? А, это Владик. Приехал. Куда приехал? Ну, типа, к бабушке. К какой бабушке? К своей? Угу. Приезжали? Куры там причем. Тем более, когда я к бабушке приезжал, мундштук у меня еще даже... Я маленький был. А вы со скольки мундштук начали курить? Маленький был? С семнадцати. Маленький... а? Курить я начал с семнадцати. Но уже бросил, между прочим. Но вы бегали за курицей с мундштуком? Я с семнадцатым. А? Курить... Вся курите. Это нормально. Это ненормально. Оно не вредит никогда здоровью. Это пиздец, как вредно. Ну, вообще, ни одному человеку еще не навредило. Потому что они все померли. По огороду вы бегали с мундштуком за курицей? Да нет. Я не в сексуальном плане. Я имею в виду просто, что интересно догнать ее. Только в сексуальном плане. Вы сексом занимались с курицей? Пока нет. Но после сегодняшней программы я чувствую, что мне надо открывать новый горизонт. Есть, да? Запал, да. Вы выбрали фамилию Кадони, потому что она переводится как Черномырдин. Чернокнижник. А. Ну, как говорится, хотел как лучше. Получилось, как всегда. А вы знали, что если заменить всего четыре буквы в вашем имени, то получится енот? Вам тридцать шесть. Это возраст неудачника. А почему ты возраст неудачника? Ну, вам же тридцать шесть. А почему ты возраст неудачника? Мне тридцать шесть. Типа я неудачник, потому что мне тридцать шесть? Угу. То есть все, кому тридцать шесть, неудачники? Ну, я бы не обобщал. А я тогда почему неудачник-то? Ну, блин, ко мне вопрос. Видели когда-нибудь Индюков? Нет. А можете да сказать? Мне для следующего вопроса нужно. Ну, задавайте еще раз вопрос. Вы видели когда-нибудь Индюков? Да. Опишите их. Читал вашу биографию, там написано, что вы псих. Во-первых, я не верю в то, что вы что-либо в своей жизни читали. Это во-первых. Во-вторых, ни в какой моей биографии не может написано быть, что я псих. Может быть, учился на психиатра, может быть, парапсихолог, там, что-то такое могло быть, псих нет. Блин, может, я не до конца дочитал, да? Типа я вот псих дочитал, а то что... Да. ...психиатр. Ну, я понимаю, что это сложно. Ну, у меня мало времени было на подготовку, я чего урвал из нормального. Да ну уж не обманывайте. По вам видно, что вам сложно очень слова в предложения составлять. Как же я тогда так вольно базарю? Базарите, может быть, вы и вольно, а мысли ваши, они не вольны. У вас есть дача? Нет. Может, закажем вам в самокате? За 15 минут доставят. Дачу? Ну да. Там в приложении разные подборки со скидками есть. И каждую неделю обновляются. Вот сейчас, например, все для дома и дачи. А что в первую очередь нужно для дома и дачи? Дом и дача. Ну и еще яблочный шарли и молочный шоколад на меду с приятной скидкой лишними не будут. А по промокоду Плюшки еще есть скидка 20% на первый заказ от 800 рублей. Вы учились в Хогварте? Нет. Вы знаете, кто такой Добби? Да. И вы утверждаете, что вы не учились в Хогварте? Вранье, получается. Вы учились в Хогварте? Да. А можно мне кофе? Ну да, конечно. Администрация. Тут есть администрация? Тут вообще есть люди. Да, были. Будет в течение передачи. Скажите честно, на битве экстрасенсов вы что, письками мерились? С кем? Ну, смотрите, вы заняли пятое место. Нет. Третье. Потом увеличили себе член, опять пришли на битву экстрасенсов и заняли уже третье место. Так. Просто это чуть-чуть до первого не хватило. Член-то я не увеличивал. Что, фатал эрор? Что? Сейчас я не буду объяснять, что такое фатал эрор. Фатал эрор. Вы не увеличивали член? Нет. А когда... Ну ладно. Когда что? Ну, когда возбуждаетесь. Что? В чем вопрос? Вопрос в чем? У вас увеличивается член, когда вы возбуждаетесь или нет? Нет. Есть люди, у которых не увеличивается член, когда они возбуждаются. Мужчина. Вы в том сейчас положении? Сейчас нет. Я точно не в том положении. Но у вас всегда такой же? Можно мы не будем обсуждать мой член? Нет, можно мы будем обсуждать ваш член? Нет, нельзя. Хм. Хорошее у нас интервью-то получается. Без члена. Члена нельзя. А больше тем-то и нет, да? Ну, что-то интересного такого нет. А вы увеличивали член? Так нет же, я же сказал. Ага, я просто еще раз хотел. Это, наверное, крючок. На какой крючок? Ну, типа, еще раз спросить, знаете, через время. А, и типа, я должен был, типа, сказать «да». Угу. Почему? Ну, проверить, врете вы или нет. А зачем мне врать? Ну, потому что, чтобы выглядеть лучше. С большим членом? А не кажется, что от размера члена ничего вообще никак не… Сумма не меняется. Нет, сумма тому, что меняется. В других примерах. Вес человека не меняется. Вес меняется человек. Не в физическом. А, не в физическом? А вы когда-нибудь называли свой член волшебной палочкой? Есть вопросы не про член. Волшебной палочкой нет, никогда не называли. Что, Гарри Поттер, что ли? Что происходит? Не, ну хоть раз приколоться так, типа. Волшебная палочка? Ну да. Палочка – это что-то тоненькое. А вы же волшебник. Где взаимосвязь? Ну, волшебник. И типа, когда с женщиной знакомитесь, там, в Крэйзи Дэйзи, допустим, такой. Показать тебе свою волшебную палочку. Во-первых, я не знаю, что… Не надо, блядь. Во-вторых, я не знаю, что Крэйзи Дэйзи. Крэйзи Дэйзи не знаете? Да. Вы что, блин? Крэйзи? Это… Этот. Кто? Бильярдная, по-моему. Я не знакомлю с бильярдных. Не знакомитесь с бильярдными? А где знакомиться? В общем, мне кажется, подкат с волшебной палочкой – это банальщина просто невероятнейшая. Это… Охуенно. Если бы по-честному. Если бы я был волшебником, я только так бы и подкатывал. Я был бы волшебником, которому никто не дает. Угу. Угу. Даже если бы никто. Зачем? Если можно наколдовать. Что наколдовать? Ты вот путаешь чего-то. Это вот, ну… Вы наколдовали себе женщину? Не та история. Это не как лампа Аладдина. Типа трешь и все, наколдовалась. Так не работает там. Ммм. Ну, просто вот разок чисто ради интереса. Попробуйте вот так вот подкатить. Угу. Давайте проверим ваши сверхспособности. Давайте. Какое слово я загадал? Хуй. Корова. Давайте. Еще. У нас прям сегодня какое-то животноводчество, да? То есть куры, коровы. Ну давай в этом же истории тогда что там у нас еще может быть? Коровы, куры. В деревнях-то еще. Овца. Да. Правильно. Давайте. Один-один пока. Еще последнее. Действительно. Последнее. А слово какое-то? Да, да, да. Пес? Неверно. Скакалка. Один из трех. Очень плохо, вот. Понятно, почему вы не выиграли битву экстрасенсов. По какому принципу специализацию выбирали в школе магии? Можно же было кидать там фаерболы, но вы выбрали видеть сквозь багажники. Это что за факультет? Сквозь багажнический? Мы же выяснили, что я не учился в школе магии. А в институте магии? Ни в чем, что связано с магией. Ни институте, ни университете. То есть вы самоучка? Ни в школе. Ну вы самоучка? Самодрючка, блять. Ну то есть по урокам в ютубе вы учились, наверное? Да. А вот именно по ним. По этим, как это это? Проходил марафон желаний Блиновской. Большое уважение, Лен. И все, и все, и все научился сразу всему. Моя подруга. А у вас есть кошка? Угу. А вы не думали завести себе кого-нибудь покруче? Например, дракона? Где он должен взять? Дракон Юнг в тарифе Up от Билайн. С ним можно смотреть видео на ютуб и тикток бесконечно. А если выбрать большой пакет интернета, то дополнительно можно получить неограниченный трафик на соцсети и музыку без доплат. Ладно. Кстати, уважаемые подписчики, если это видео наберет 500 тысяч лайков, Наберет же? Даже больше наберет? Что? 600? Ну ладно. Не говорите. Ок. Если это видео наберет 600 тысяч лайков, то мы окунемся с Владом в волшебный мир магии и проверим на практике его способности. Да? Мне интересно, а это как? Ну вот и узнаем. Будут для вас задания некоторые. Я не собираюсь с тобой никуда окунаться. Мы окунемся. Без меня? Он окунется. Он пиздит. Он пиздит. Дайте мне кофе, мне надо занять себя чем-то. Да-да-да, администрация уже в пути. Угу. Вы мужчина. Это вопрос? Просто. Утверждение. Так, спасибо. Дальше что? Вам 36. Получается, вы мальчик, который выжил. Получается, в 36 все мальчики, которые выжили? Я не понимаю, в чем, к чему вопрос. Зачем обобщать каждый раз? Ну потому что, ну потому что это за вопрос. Получается, мальчик, который выжил. Ты тоже мальчик, который выжил. Ну, возможно. Ну? Но это сейчас интервью же. Это не интервью. А что это? Это высер какой-то интеллектуальный, от которого мне потом отмываться придется еще пару часов. Мы вас помоем. Не надо меня мыть, я самостоятельно справлюсь. Я обещаю, что мы вас помоем. Не надо обещать мне таких вещей. Давай вот так, если это видео наберет 500 тысяч лайков, я его помою. Вот так нормально? Нормально. Я бы искупнулся. Все супер. Все, вы изрыгнули на меня этот набор звуков, можно на следующий вопрос? Да не вопрос. Спасибо. А кто сильнее? Вы или Дмитрий Колдун? Колдун — певец. Я с ним никогда не дрался, и мы даже армрестлингом не занимались. Откуда я знаю вообще, что... А если бы он сейчас забежал, подрались бы? Я тебя ударю сейчас. Шаром? Дальше. Вы ходите в спортзал? Можете показать пресс, так сказать? Кубики маги? У меня нет кубиков маги. А какие? У меня еще там кубиков нет. У меня один большой кубик. А зачем вы ходите в спортзал? А я не хожу в спортзал. А, вы не ходили в спортзал? Я не понимаю, откуда ты берешь вот эти все умозаключения. Какие редакторы? Какие редакторы? Можно посмотреть редакторы вообще? Кто это писал? Они сейчас в отъезде. Они в отъезде, мне кажется, были в самом начале, когда начали это писать. Но они не очень, да. В чем суть концепции? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну, интервью. Наши беседы, интервью. Что это людям должно дать это интервью? Ну, как бы раскрыть вас. Раскрыть меня? Да. Вот это? Ну, про курицу же мы что-то поняли. Что-то мы только про курицу и поняли. Ну, это ничего себе. Заголовочек. Заголовочек и все. Это что, желтуха? Опять про курицу? Нет. Концепция в чем? Желтуха и белуха. Да и мысль какую вы хотите? Драматургия в чем? Ну, в том, чтобы раскрыть гостя. Раскрыть гостя – это шаблон. Все, услышал. Раскрыть гостя. Как вы меня видите по этим вопросам? Ну, вот допустим, я уверен, что зрители, допустим, не знали, что вы мечтаете там сексом с курицей заняться. А вам не кажется, что зрители вообще дофейнее это? Я думаю, им будет интересно. Да плевать всем. И умные люди понимают, что я ржу над этим. Вы не понимаете, да? Я не понимаю. Первая часть предложения. Сказуемо. Не важно. Ну, куда просто ходите, может, скажете? Чтобы мы с Дмитрием Колдуном пришли и… На рынок хожу. Какой? Новочеремушкинский. Туда приходить вы сможете с ним, да? Я там помидоры покупаю. Ну, вот на этой почве и попить. Ну, я согласен. За помидором. Ну, а чё, нет? А если это видео наберет 300 тысяч лайков, мы сходим на Новочеремушкин рынок с Дмитрием Колдуном и найдем там Влада и подеремся за помидоров. Правильно? Нет, неправильно. Подеремся. Вы занимались волшебством на битве экстрасенсов, потом ушли на Дом-2 и занимались волшебством там. Где больше понравилось? Это разное волшебство. Какая разница в разное или нет? Ну, на Доме-2 волшебством называют секс, а на битве экстрасенсов волшебством называют магию. Охереть. Это сейчас инсайт, мы можем его ставить, что волшебство – это на самом деле секс? Конечно. Это все знают. То есть, вот это когда они говорили «пойдем поволшебничаем», они там… …гибли? Занимались сексом. Я думаю, что они растрепанные такие выходят? Именно сейчас мы. Угу. Ну, ничего. Охренеть. Угу. А они занимались сексом. Мы можем это вставить. Вставьте, ради бога. А вы где там волшебством занимались в Доме-2? Много где. Ну там же камеры. И что? Прямо перед камерой? Ну нет, камеры завешивали. Чем? Трусами? Нет, тканью. А ткань – не трусы? Или у вас съедобные были? Нет. А вы знали, что «Битрикс-24» – бесплатный набор инструментов, который помогает бизнесу работать? Блин. Это из другого интервью интеграция. Ну ладно. Пусть будет. Вы работали на ТВЗ. На Т… где? ТВЗ. Тверской вагоностроительный завод. Может, ТВ-3? Не знаю. Это… Мне просто интересно, вот, блять, вот, чисто вот ради любопытства. Вот кем я мог работать на вагоностроительном заводе? Ну, гипотетически просто. Вот просто гипотетически. Ну, не знаю, кем-нибудь бегать так на четверенько-то. Вагон готов. И убегать обратно в цех. Грязный. Черт с тобой, ладно. Все, я не могу. Черт с тобой. Правда, что вы лучшие друзья с Познером? Нет. Понятно. Ну, просто понятно. Да как вообще в голову пришло? Почему он должен быть лучшим другом с Познером? Ну, такой у меня инсайд был, допустим. Он не подтвердился. Это нормально для интервью. Да это вообще пальцем в небо. Это можно все что угодно сказать. Почему все что угодно? Есть инсайды у меня такие. Да какие-то… это не инсайды. Это просто вот… Это инсайдерская информация. Инсайдерская информация? То есть кто-то это слил еще? Это слили. Слили прям. Да, мне за большие бабки. А не смущает, что за большие бабки? Да. А нельзя было мне дать эти большие бабки? Я бы перед интервью сам все рассказал. Мы даже не знакомы с Познером. Я понял. Ну все, получается просто… Просто бабки? А сколько, интересно, заплатил за это? 1600. 1600? Да. Это большие бабки? Нет, не большие это бабки. Ты сказал, большие бабки я заплатил. Ну, а это не большие бабки? 1600 – это большие бабки. 1600? Если я сказал, что я большие бабки заплатил, а потом назвал сумму. Это не большие бабки за то, что узнаешь твои лучшие друзья с Познером. Ты даже не заправишь машину. Куда? Все, я зеленое дерево. Давай дальше. Угу. Вы, кстати, не смогли превратиться в зеленое дерево? Это образное выражение. А, я думал… Это аффирмация. Можно дальше? Сейчас будет сложно. Я попрошу вас выбрать между двумя сильными магами. Так. Кто вам дороже? Так. Я или мама? Серьезный вопрос, конечно. Я смотрю в эти накрашенные глаза, но как я могу сказать, конечно, что это сложно очень. Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ну, придется выбрать. Я не могу. Я не могу ранить в сердце самое… двух… самых близких и дорогих мне людей. Да. Не будете? А сможем провести с вами какой-нибудь обряд? Да? Мне кажется, ты для меня просто решил тупо доебаться, нет? Блиц! Фаербол или призыв нежити? Призыв нежити. А халай-махалай или лязьки-масяськи? Масяськи. Окультизм или анонизм? Затрудняюсь. Можно подумать. Я долго буду думать. А, на строк. Угу. Хорошо, тогда последнее. Ну, ради чего я вас позвал? Слава Богу. Это прям последнее. Да. Класс. Помните вот эту сцену знаменитую из «Дома 2», где вы с Свинциславом общаетесь, где вы на него быкуете? Быкую? Да, под музыку. Прямо именно быкую. Ну, вот очень серьезно с ним разговариваете, круто, и под песню из «Бригады». Да, под музыку из «Бригады». Можете сейчас делать «Я вам не мальчик», вот это вот «Я тебе не мальчик», когда вы ему говорили. Хорошо. Можно сейчас воспроизвести эту легендарную сцену, типа «Я Венцислав, я хочу вот на самом месте быть». Хорошо. Можем? Ну, вот только вот так уже, грозно. Грозно именно. Угу. Я тебе не мальчик. Пошел нахуй. Ой, блин, я как-то не сдирал. Можно еще раз? Все, последний раз воспроизводим? Все, сорян. Все, поехали. Я тебе не мальчик. Да иди ты нахуй, блин. Не, Влад, я просто не в смысле, что вы прям. Ну что ж, как говорится, и мы счастливы. Влад? Влад? ủ